Сегодня у нас участвует наш гость Дмитрий Кузьменко, имбаркадера Most Value Person по интербейзу. Человек, который знает про интербейз практически все и работал с самыми первыми версиями интербейза и до сих пор к нему обращаются с вопросами, если нужно хирургическим путем спасти самые важные, самые ценные данные из интербейза. Дмитрий, здравствуйте. Да, добрый день. Я просто повторил эту фразу, представление, потому что мы хотели бы, чтобы это представление попало в запись этого вебинара. Теперь запись идет. Кстати, организационно вебинар сегодня записывается и будет выложен на канал имбаркадера в YouTube, как и все остальные вебинары. Меня зовут Андрей Савцов. Вопросы можно задавать в чат, как мне, так и Дмитрию. В конце вебинара мы на них ответим. Но давайте продолжим. Сегодня наша тема интербейз XE7, как универсальная СУБД для Windows, Linux, Mac и других платформ. Мы пригласили Дмитрия для того, чтобы он поделился своим видением о месте, значении, достоинствах и недостатках этой СУБД для современной разработки на различных устройствах и различных платформах. Теперь я передаю Дмитрию слово, и он продолжит свой рассказ. Да, спасибо. Ну, я думаю, на содержании мы не будем останавливаться, потому что тут достаточно много пунктов, то есть мы и так их все покажем. Поэтому, я думаю, можно начать с первого пункта о достоинствах интербейза. Достоинства интербейза известны достаточно давно, и на самом деле они начали проявляться вообще с появления тех первых коммерческих версий, которые появились в России еще где-то в 1994 году, то есть тогда вышел интербейс 4, и он назывался, кстати, интербейс для рабочих групп. Но немножко это название подкосило, как бы, как это сказать, ну, не то чтобы сферы его применения, а понимание о том, для каких задач подходит интербейс, но мы об этом скажем чуть позже. Итак, у нас интербейс предъявляет минимум требований. Бывает, что есть сервера в некоторых компаниях, которые до сих пор работают с 4-мя гигабайтами памяти на 32-битных операционных системах, то есть там работает сервер совершенно прекрасно. Известно, что интербейс может работать годами без обслуживания, по крайней мере, ну, вот к нам до сих пор, ну, изредка, сейчас уже, наверное, не чаще раза в год, раньше было где-то раз в полгода, приходили люди, у которых возникала какая-то, ну, скажем так, проблема с окружением. А интербейса 4-го, база которого работает вообще без администрирования, там где-то лет 8 или 9, то есть вот такие сроки можно вообще там не трогать. Но, разумеется, что для нынешних современных, больших баз данных в сотни гигабайт и с большим количеством пользователей требуется обслуживание, то есть администратор для того, чтобы получить максимальную производительность и максимальную надежность, то есть обеспечить административные меры по созданию бэкапов, организации резервного копирования, создание плана, что делать в экстренных случаях и прочее, прочее, прочее. Еще один важный момент, то есть у интербейса, который существует именно с момента его появления, это идентичность баз данных для разных платформ. Я должен отметить здесь небольшое исключение. В те далекие времена, когда интербейс только появился, это конец 80-х, тогда аппаратные платформы имели различный метод хранения, это называется Endian, метод хранения интеджеров, то есть старшие и младшие байты впереди, то есть в начале или в конце и так далее. И фактически только этим отличались базы данных у интербейса, то есть тогда интербейс был где-то на 15 разных линуксовых платформах. Сейчас таких платформ с другим Endian практически нет, и вы посмотрите, то есть среди тех, то есть все почти на Интеле, то есть среди тех, которые сейчас в последнее время поддерживаются и популярны, поэтому базу данных можно спокойно переносить между платформами, не волнуюсь за то, что она там по каким-то причинам не будет работать на новой платформе. Замечательно, это интересный достаточно исторический экскурс, и я должен сказать, что мы с Дмитрием познакомились именно как раз в то время, когда пытались в своем офисе поставить 3.5 интербейс на Windows NT и под Novel, и тогда Дмитрий как раз нам помог и подсказал, как это дело работает и как с этим можно что-то делать. Прошу прощения, продолжай. Да, 4 дискетки дистрибутив занимал. Дольше шло копирование данных за дискеток, чем установка, даже в те времена. Значит, сейчас, слава Богу, установка производится, ну опять же, точно так же, то есть, дольше мы кликаем на кнопки и выбираем опции установки, чем оно устанавливается. Значит, сейчас есть следующие платформы, то есть, вы видите, это Linux, SIEWS, Ubuntu и Windows всех мастей. То есть, для Windows нет разницы, это серверная или десктопная операционная система, а для Linux, в общем-то, тоже. То есть, здесь все зависит от того, то есть, скорее, от возможности операционной системы, для чего вы ее хотите применить. То есть, разумеется, если вы применяете в качестве сервера предприятия, то нужно выбирать серверную редакцию, там, допустим, Archel, там, Enterprise Edition или что-то в этом роде. Если же это офис небольшой, и там несколько компьютеров, то есть, там штук 5, 10, 15, 20, то, в принципе, можно, конечно, например, и Windows 7 использовать, но, не знаю. Наверное, это для рабочих групп, то есть, каких-то, без явно выдаленного сервера. 32-битные операционные системы, да, тоже поддерживаются, но понятно, что сейчас с размерами, особенно с размерами нынешних баз данных, можно об этих операционных системах говорить только в качестве десктопных. и то, у большинства уже 64-битные. То есть, я, например, перешел на 64-битную Windows, где-то, я даже не помню, наверное, года два или три назад. Да, побольше, наверное, как только аппаратные средства стали позволять это делать. Для сервера, конечно, нужно использовать 64-битную операционку, потому что только она может дать возможность интербейзу использовать максимум памяти, например, под кэш, под сортировки, под какие-то другие задачи и так далее. Ну, на OSX, Android и iOS нам, в общем-то, без разницы, там, в принципе, разрядность, потому что, ну, хотя, кстати, на OSX в качестве сервера иногда используют интербейзу на OSX и используют в качестве сервера, а не в качестве однопользовательской какой-то базы данных. Но это достаточно редкое, по-моему, применение, в силу того, что сама OSX является все равно экзотикой. То есть, это в основном десктопные машины, то есть, рабочие станции и прочее, прочее. А Android и iOS, там, как бы, разрядность особенно не важна, потому что это мобильное устройство, и все равно там 32 бита или 64, то есть, мы этого не видим, и нам этого всего хватает. Получается, что фактически интербейз может работать в качестве двух ипостасей, либо просто как некое локальное хранилище данных, реляционной формы, либо как сервер, который обслуживает много пользователей. И в данном случае, в зависимости от платформы, мы можем использовать и ту, и тот, и тот вариант. Я правильно понял? Да, конечно. Исключением является разве что Android и iOS. А мы как раз локальное хранилище. Да, то есть, в качестве сервера, как бы, было странно, скажем так, использовать эти устройства с этими операционными системами. Однако, я знаю, что есть люди, которые пытаются на обычные десктопные компьютеры ставить Android и там уже запускать сервер. Но я, если честно, не вижу в этом никакого смысла вообще. То есть, если вы хотите с УБД под Линуксом на десктопе, поставьте Линукс, то есть, зачем ставить Android? То есть, это достаточно... Ну, скажем так, в качестве эксперимента, если вы хотите повысить свою квалификацию, да, ради бога, но в качестве рабочего такое решение лучше не использовать. Здесь, на ссылочке YouTube, внизу, которая видна, это наш вебинар по интербейсу для мобильных платформ. Собственно, я частично уже озвучил этот слайд. Вся функциональность на всех платформах одинакова, кроме ограничений IB Lite. Если мы успеем, мы их посмотрим. В частности, могу сказать, что там ограничение 100 МБ на базу и, естественно, там особо ничего параллельно не работает. Но для СУБД на мобильных устройствах этого достаточно вполне. Вполне. Вполне, конечно. Разница, разумеется, есть. И разница это, в первую очередь, в пути. То есть, скажем так, если бы мы попытались ночью подменить сервер Windows на Linux или обратно, то нам все равно потребовалось бы, ну, если мы не используем алиесы, конечно, а вот такие прямые пути, то нам потребовалось бы поменять пути коннекта к базе данных. Но более ничего в приложениях менять не потребовалось бы абсолютно, потому что все это работает идентично. Одновременно я хочу заметить, вот вы видите здесь, слыши расположены в разные стороны, это особенность сервера, то есть интербейса. и он поворачивает эти слыши в нужном направлении, то есть вы можете о направлении слыши не заботиться. Как вы видите, они в обоих случаях, и для Windows, и для Linux, это по очереди, то влево, то вправо, и можете у себя проверить, такие пути коннекта работают. Очень приятно, что. Да, это достаточно забавная штука, и я, например, ее использую иногда на курсах, то есть я задаю вопрос, а будет ли, что будет, если вот указать такой путь коннекта. Ну и там возникает такая длительная пауза, то есть, естественно, вопрос с подвохом. Сторонний UDF, что под этим имеется в виду? То есть известно, что в интербейсе есть возможность, то есть там входят в комплект пользовательские функции, дополнительные, которые подключаются к базе данных, их нет в базе данных по умолчанию, и можно писать UDF на разных языках программирования, Delphi, C++, прочее, и подключать их в виде DLL или Shared Objects на Windows и Linux. Дим, извини, пожалуйста, мне кажется, стоит сказать, что UDF – это дополнение к хранимым процедурам, которые и так есть на сервере. UDF – это именно дополнительные процедуры, которые пользователи могут написать на собственном, ну, предпочитаемом имя, языке. Ну, скорее, ну, как пользователи, имеется в виду, конечно, разработчики, то есть потому что программирование – это, в общем-то, не удел. Ну, если иметь в виду пользователя приложения, то это не удел такого пользователя. И да, сторонний UDF, у нас на сайте есть и статьи, и примеры. Здесь важно, что базовые UDF, которые поставляются с сервером, они кроссплатформенные, то есть независимо от разрядности или от платформы у вас всегда есть возможность подключить такие функции к базе данных. Ну, это, например, математические всякие, там, косинусы, тангенсы, еще что-то такое. Ну, вот функции именно такого рода. Если же вы пишете свои функции и переносите сервер, там, с 32 бит на 64 бита, то, разумеется, надо перекомпилировать эти DLL. И, разумеется, если вы перенесете сервер на Linux, то у вас эти DLL перестанут работать, то есть вам нужно будет, если вы написали на Delphi, то перевести это на C и скомпилировать уже на Linux, вот эти вот UDF. Конечно, это проблематично, но... Это пока проблематично. Ну, да, это проблематично. То есть это, скажем так, проблемный момент, если вы захотите переходить с одной платформы на другую. Но по производительности вечный вопрос, кто лучше Windows и Linux. По нашему опыту, все это зависит от аппаратного обеспечения и драйверов оборудования. И разница может быть до 30%, плюс-минус 30% в ту или иную сторону. То есть, Linux может работать быстрее на 30%, чем Windows, либо наоборот. Windows, имеется в виду, на одном и том же железе. Либо Windows может работать до 30% быстрее. Чтобы было там под 50%, ну, это совсем надо, какие-нибудь ужасные драйвера. То есть я о таких случаях не слышал вообще никогда. Я думаю, что максимум обычно, то есть среднестатистически, вы можете заметить разницу где-то до 10%. Не больше. Поэтому, собственно говоря, операционную систему для интербейса нужно выбирать следующим образом. Это та, которая знакома вашему администратору. Если это Windows, пусть будет Windows. Если же это Linux, пусть будет Linux. Но не надо пытаться, то есть лучше, не надо пытаться сэкономить, например, о, давайте мы возьмем Linux и так далее. То есть, конечно, интербейс там будет работать и будет работать нормально, но это может стать проблемой в сопровождении этого сервера для вашего администратора. То есть тут скорее вопрос сопровождения системы, чем обслуживание или работа интербейса на этой платформе. И планирование жизни этой системы на будущее. Да, разумеется. А что мы можем сказать по текущему применению? Насколько он часто применяется? Применяется часто. Причем достаточно давно были совершенно разные области. Здесь вы видите, вот в предпоследней строке, это бухгалтерия, склад, система денежных переводов, биллинг, торговля, система учета. До сих пор работает масса систем на интербейсе шестом. На пятом есть, как я уже говорил, на четвертом, но это какие-то редкие случаи совсем. То есть понятно, что сейчас люди используют XE3 или XE7. И на мобильных устройствах, например, это iBelight, это та редакция, которая появилась, по-моему, в XE3, если я не ошибаюсь. Ну и базы промышленные, конечно, в среднем до 200 гиг. На мобильных устройствах они маленькие по сравнению с такими размерами. А что написано, ограничение до 131 терабайта? Это известный случай или теоретический? Нет, это теоретический, то есть это ограничение файловой системы. То есть раньше ограничение файловой системы было, ну, массовое, которое там, например, использовалось, это FAT16 или там FAT32 какой-то специфический, то есть там 4 гигабайта. Из-за этого приходилось делать многотомные базы данных, то есть сейчас многотомные базы данных уже никто не использует, в этом никакого смысла нет. И файл базы данных – это один файл всегда. Вот он, в принципе, может доехать до 131 терабайта. А можешь назвать цифры вот самых больших баз, которые ты знаешь сегодня на интербейсе? По максимальным, ну, не знаю, где-то около 500 гиг. Вот как-то так. Ну, тут тоже, тут надо сказать, что это все относительно, потому что у интербейса используется сжатие записей, сжатие версий и одновременно сжатие индексов. Поэтому, если, например, сравнивать с размерами других баз данных, то там теоретически может быть до двух раз. С другой стороны, в некоторых современных базах данных начали опять применять сжатие. Поэтому там, ну, прямое сравнение, тут оно не работает. То есть, для этого надо, как бы, попытаться развернуть эти данные в сырой вид и уже дальше сравнивать. Это понятно. Размер файлов, размер базы данных очень важен для администраторов. Поэтому я об этом спрашиваю. Ну, разумеется, что чем больше размер базы данных, тем сложнее ее администрировать, в том смысле, что даже если потребуется куда-то скопировать, то скопировать 10 гиг, 200 гиг, это совершенно, то есть, это большая разница. И тут все зависит от аппаратного обеспечения, то есть, насколько быстро оно позволяет такие операции выполнять. Поэтому, разумеется, как я уже говорил на предыдущих слайдах, для больших баз данных нужно принимать, как-то сказать, специальные меры и специальное планирование по экстренным ситуациям, по резервному копированию и прочему. Ну, это для всех нужно, конечно. Ну, и, собственно, разумеется, интербейс применяется как для однопользовательских и многопользовательских приложений. И очень важным моментом здесь, еще раз подчеркиваю, является то, что никакой разницы вот в этой однопользовательской или многопользовательской работе нет. Единственное, что многопользовательские приложения должны быть спроектированы с учетом того, что между пользователями могут все-таки возникать конфликты какие-то. Вот. То есть масштабируемость сама по себе она здесь ничем не ограничена. То есть вы разрабатываете приложение, потом бац, у вас там оно становится многопользовательским. Дальше. Да. Есть у нас редакции разные. Да, кстати, здесь да, интербейс сервер и есть девелопер эдишн. Девелопер эдишн это бесплатная редакция для разработки, которая предназначена. Сервер это все остальные случаи, когда вы хотите использовать именно как сервер. Десктоп это для однопользовательских приложений. Он не позволяет подсоединяться по сети и допускает до 8 коннектов к локальному скажем так серверу. и две редакции для мобильных ну в принципе они есть и для то есть IB2GO например есть и для Windows и IB Lite но в основном эти редакции предназначены для мобильных устройств. Это IB2GO и IB Lite. IB Lite это бесплатная бесплатная интербейс бесплатный вариант с определенными ограничениями. IB2GO он без этих ограничений то есть это вообще можно сказать что копия десктопа. Но по дистрибутивам например или по составу сервер, девелопер и десктоп они вообще ничем не отличаются. То есть здесь отличие идет только в лицензии. IB2GO и IB Lite представляют собой наоборот. Это уже не сервер это DLL но мы об этом посмотрим чуть дальше. То есть это уже несколько другой скажем так дистрибутив и там другой принцип несколько другой принцип регистрации. Хотя нет наверное один и тот же. Чуть чуть отличается. Не суть говорю. Об этом мы можем позже поговорить. Да. Лицензии девелопер edition вы можете скачать хоть сейчас поставить потом если покупаете серверную лицензию то можно установить на этот же дистрибутив и оно будет уже работать как сервер. что касается мобильной разработки при покупке RAD Studio Delphi и CBuilder вы получаете если профессионал например с мобильным паком Enterprise и так далее вы прямо в регистрационной информации получаете ссылки для скачивания соответствующих редакций этих и можете их к себе установить но скачиваем но IB Lite и IB2GO насколько я помню они уже находятся в дистрибутиве Delphi и RAD Studio и CBuilder по-моему и единственное что требуется это получить лицензию для их использования но Interbase ставится прямо в процессе установки RAD Studio поэтому ну там можно отключить конечно это дело но он уже действительно присутствует но Interbase серверный да а вот Togo и Abilite они относятся к дистрибутиву поэтому они устанавливаются по-моему там вообще самостоятельно но не суть важна да едем дальше ну с другой стороны скажем так если возникает вопрос какую СУБД выбрать для простой базы данных он очень часто возникает такой вопрос и он очень важен для начинающих или для тех кто только начинает с тем конечно самый правильный ответ это ту которую вы лучше знаете однако поскольку мы ведем речь не только о мобильных приложениях а и о сервере и так далее здесь нужно учитывать насколько ваша СУБД соответствует этим требованиям и требованиям на перспективу потому что вот тут как раз на слайде приведены примеры то есть потому что сегодня например база данных может быть на смартфоне завтра на сервере один пользователь пять послезавтра сто и кстати вот тоже один из недостатков скажем так ну как это не недостаток это дефект разработки вообще конечно он относится не только к интербейзу то есть когда разработчик разрабатывает базу данных он сидит сам ковыряется и в принципе у него в голове особенно нет идей о том что несколько пользователей будут работать с этой базой поэтому когда действительно несколько пользователей начинают работать начинаются конфликты например там накопление мусора еще что-то и ухудшение производительности разумеется оно на пяти десяти двадцати пользователях может не проявиться но вот для этой строки когда сегодня один пользователь завтра пять послезавтра сто то конечно на 100 пользователях дефекты разработанной системы они могут проявиться в полной мере и приложение придется переписывать поэтому лучше всего конечно в голове сразу держать то что система будет использоваться большим количеством пользователей это не сильно усложнит код но зато все равно позволит использовать это хоть в однопользовательском варианте хоть в многопользовательском без каких-либо проблем ну можно я добавлю да мне кажется что тут пользователь вот наши слушатели должны четко представлять что это все-таки реляционная база данных и в нее уже встроены все те средства многопользовательской работы которые вообще приняты для реляционных базы данных поддержка транзакций уровней изоляции ну и так далее и тому подобное помимо этого интербейс имеет свою собственную архитектуру которую я надеюсь Дмитрий расскажет чуть позже особенную такую архитектуру которая позволяет именно быстро решать для минимальных задач с минимальным количеством пользователей писать так же как пишется для большого количества пользователей я правильно понял и сказал ну да да я хотел бы здесь еще добавить что вот если мы ведем разговор там обойди о десктопе да для однопользовательских систем айбилайт там айбилайт понятно что айбилайт идет на мобильное устройство которым пользуется один человек или там на ноутбук или еще куда-то у интербейса нет никакого режима однопользовательской работы то есть он всегда работает как многопользовательская система другое дело что в данном случае к нему к базе данных производится всего одно соединение например и все то есть никаких других отличий от сервера от там 500 пользователей то есть здесь вообще нет именно поэтому я говорю что решения такого рода они масштабируются и что действительно нужно проектировать систему изначально под многопользовательскую работу но я дам вот один из простых примеров применения например все вы знаете что такое CRM то есть CRM-системы используются многими компаниями и в массе вот я не знаю как мне кажется CRM используются такими мелкими компаниями в которых сидит один человек и отвечает за клиентов то есть он записывает туда договора там еще что-то счета какие были выставлены что надо сделать когда позвоните этому клиенту и прочее 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 это действительно однопользовательское решение но то же самое решение почему оно не может быть продано компанию у которой там 100 пользователей сидят в этой CRM да ради бога и поэтому разработчики особенно частные которые например хотят заработать то есть они совершенно спокойно с решениями такого рода могут выходить не только на рынок однопользовательских систем но и на рынок где работают большие компании то есть поэтому перспективы заработать в этом случае очень неплохи не упускайте их пожалуйста тем более особенно если учитывать цены на интербейс да вот и что еще вот по этому слайду я хотел сказать здесь еще нужно ориентироваться на наличие как вот работы клиент-сервера и драйверов то есть интербейс у нас это клиент-серверная по определению СВД и драйверов их достаточно большое количество мы их будем дальше упоминать ну вот картинка на которой я не хочу особенно долго застревать значит это клиент-пример работы клиент-сервера есть сервер интербейс на отдельном компьютере с базой данных и клиентские приложения это находятся на десктопных машинах ноутбуках мобильных платформах и так далее и клиентская часть это либо GDS32DLL для ноутбуков и десктопов либо это IB Lite и IB2GO для мобильных устройств то есть планшеты и смартфоны на мобильном устройстве если мы хотим работать с локальной базой данных да кстати у нас даже здесь выбора нет если мы ставим IB Lite и IB2GO на планшет или на смартфон то мы по умолчанию можем использовать этот интербейс как сервер ну то есть как однопользовательский сервер и можем работать с локальной базой данных нет у нас клиента для интербейс который бы не умел этого делать и поэтому иногда возникает некая такая путаница что предполагается что раз IB Lite и IB2GO это сервер значит все он может работать только с локальной базой данных ничего подобного он одновременно работает как клиент разница здесь только в том что если идет коннект в пути соединения не указан сервер то база данных подразумевается локальной если же указан сервер значит идет обращение к внешнему серверу интербейса и производится работа с ним но это видно на следующем слайде вот пример такой работы значит да кстати тут написано пакетный режим ну да вот то есть нам совершенно необязательно использовать локальную базу данных кстати если у нас есть частое постоянное использование Wi-Fi GPS и так далее или вообще локальная сеть то мы можем работать с сервером но мобильные устройства подразумевают что связь доступна не всегда и поэтому есть выгода от того что у нас есть возможность работать с локальной базой данных и далее мы посмотрим как эти вещи можно использовать для тех кто присутствовал вчера на вебинаре мы как раз обсуждали этот режим это отчасти является объяснением почему мы выбрали в качестве базы данных именно интербейс потому что у интербейс есть уже клиент для локальных баз данных он может работать автономно а в случае когда присоединяется к центральному серверу у него есть возможность синхронизировать данные в пакетном режиме да и вот здесь такая схема по схеме которая показывает вот эту синхронизацию значит у нас есть сервер с базой данных и есть локальная база данных изменения у нас могут мы можем вычитывать из базы данных серверной помещать в локальную или просто смотреть на них и наоборот в локальной базе данных те изменения которые мы сделали мы их можем вычитать и отправить на сервер для синхронизации но здесь на этом слайде я должен заметить что ну вот это наверное тенденция точно такая же как и идея фикс у некоторых разработчиков о переписывании я сейчас сделал такой визуальный знак в кавычках о переписывании своих десктопных приложений на мобильные платформы то есть бывают такие случаи то есть когда люди говорят вот у нас есть десктопное приложение оно работает хорошо и так далее мы его хотим скажем так портировать на телефон или планшет обычно говорят перекомпилировать да ну или да то есть портировать перекомпилировать вернее да перекомпилировать перекомпилировать теоретически может быть и можно но только смысла в этом не будет никакого потому что мобильные устройства предполагают совершенно другой сценарий использования и поэтому для них разработка должна вестись совершенно отдельно можно вести разработку и я чуть дальше это покажу схематически разработку для мобильных устройств на десктопе но это не означает что мы разрабатываем для десктопа а потом чик и волшебным там движением руки перемещаем это приложение на мобильные устройства то есть не просто скажем так в этом смысла нет но еще и не надо делать то есть приложение для мобильной платформы должно быть разработано специальным образом то есть оно должно быть рассчитано именно на использование на мобильной платформе и поэтому не только само приложение но и база данных тоже должна быть рассчитана на использование на мобильной платформе то есть не обязательно брать всю базу данных и перекидывать ее на мобильное устройство Нужно немножко, скажем так, поработать, выделить те таблицы, те структуры, которые нужно использовать, которые только и нужно использовать на мобильном устройстве и сделать из них базы данных. То есть в этом случае синхронизация будет выполняться гораздо легче. Приложение будет другое, оно будет гораздо проще и, ну, в общем, в целом все будет хорошо. Самое главное надежнее, потому что меньше возможности ошибки при передаче данных. Ну да, разумеется. Так, дальше. Схематически, да, Change Views у нас достаточно мощная возможность, позволяет создавать подписки на Insert, Update, Delete. То есть если где-то произошло изменение данных, то мы потом это можем увидеть. Подожди, 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 Дим, мы немножко проскочили. Ты сказал термин Change Views, он также присутствовал на предыдущем слайде. Я просто два слова скажу. Это технология, уникальная технология, которая была встроена в Interbase для того, чтобы уменьшить объем информации, необходимый для синхронизации различных серверов и различных баз данных. И он работает по подписке. А вот теперь Дмитрий уже рассказывает, как работает подписка. Да, перескочил. То есть мы можем зафиксировать, какие изменения и где мы хотим отслеживать, а потом активировать подписку. Причем я здесь не ударяюсь в детали, потому что у нас по этому был вебинар. То есть это Welcome на YouTube, то есть на канал, который Андрей сказал. Значит там записи этого вебинара есть. И там о Change Views рассказывается максимально подробно. Здесь я хочу сказать, что отметить, что мы можем использовать подписку, одну и ту же подписку с разных устройств. И для каждого устройства эта подписка будет работать как отдельная. То есть нет необходимости дублировать подписку несколько раз. Ну, например, у нас есть мобильное устройство и планшет. На мобильном устройстве мы получаем изменения, видим их, что-то с ними делаем. Потом открываем планшет, и на планшете мы увидим те же самые изменения. Если мы указали, что планшет это другое устройство. Если же мы указали, что и мобильное устройство, то есть и смартфон, и планшет это как бы одно и то же, то тогда мы будем видеть на них тоже одинаковую информацию, то есть и на планшете уже изменений не увидим. Ну, собственно, здесь простор для фантазии, как хочется это видеть. Например, на рабочем компьютере поработал, сделал изменения, потом на смартфоне дома посмотрел эти изменения. И дальше уже с ними можно делать, либо их применить, либо отменить. Ну, давай, пожалуйста, следующий слайд. Вот как раз как выглядит активация подписки и вообще о чем речь. То есть, если приложение стартует транзакцию и выполняет какие-то запросы к базе данных, то оно получает обычные данные, которые есть. То есть, мы видим изменения, которые были сделаны предыдущими завершенными транзакциями и так далее. Но, когда мы включаем подписку, мы видим теми же самыми запросами только те изменения с момента просмотра посреднего момента активации этой же подписки. Я понятно выразился? Нет? Не очень понятно, но суть в том, что ты можешь сам активировать момент, с какого ты будешь видеть все изменения. Да, то есть, я активировал подписку, до ее активации, естественно, я никаких, поскольку она не была раньше активирована, изменений я никаких не увижу. Но если я ее деактивирую, подожду некоторое время, а потом активирую опять, я увижу те изменения, которые произошли в базе данных. То есть, в тех запросах, которые я делаю. То есть, вместо того, чтобы получать там, например, если запрос выдает 100 тысяч записей, то вместо этого я получу 10 записей, которые были изменены. И других записей я больше не увижу. То есть, для того, чтобы увидеть обычные данные, мне надо опять деактивировать подписку. Есть два варианта. Если мы завершаем такую транзакцию по коммиту, то мы как бы говорим, что мы просмотрели эти изменения, мы согласны с ними, и мы больше их не хотим видеть. При следующей активации подписки мы увидим данные, которые были изменены с этого момента. Если же мы делаем роллбэк, то просмотренные изменения подписки не удаляются. То есть, мы можем опять активировать подписку и опять увидеть те изменения. То есть, грубо говоря, если я создаю приложение, которое стартует транзакцию, активирует подписку и затем делает роллбэк. И, например, это приложение работает в течение полугода, то я буду видеть все изменения, которые были накоплены за эти полгода. Если же мне они надоедят, то я делаю коммит и после этого увижу данные, которые были изменены с момента активации, последнего раза активации моей подписки. Я думаю, что это люди будут большие оригиналы, если за полгода все изменения будут смотреть. А реально роллбэк должен так работать, потому что это возможность вернуться к целостной базе данных в случае, если не проходит, например, передача данных или происходят какие-то другие изменения. В контексте синхронизации, например, у нас тут на эту тему слайдов нет, поэтому я озвучу словами. В контексте синхронизации, если мы хотим локальную базу синхронизировать с серверной, то мы подключаемся к серверной, активируем подписку, получаем только те записи, которые изменились, причем мы там можем видеть, какие были вставлены, какие удалены, какие обновлены и так далее. Дальше над локальной базой данных мы проводим эти же операции, после чего мы транзакции, в которой вычитывалась подписка, делаем коммит. То есть, вначале мы коммит сохраняем локальные изменения, а потом делаем коммит на подписке. Если все успешно прошло, то у нас локальная база данных синхронизирована с серверной. Если же в какой-то из этих моментов что-то пошло не так, то мы делаем роллбэк на транзакции подписки и можем повторить какие-то операции, можем решить, что делать, что не делать, то есть, какие записи добавлять, какие не добавлять в локальную базу данных и так далее. Вот как-то так. Для разработки у нас есть три... В библиотеке... Да, три типа, три разновидности, три библиотеки компонентов. Это FireDuck, который появился в Delphi... Достаточно давно, но хорошо. Да, уже можно считать достаточно давно. То есть, это предпочтительный набор компонентов сейчас, потому что он поддерживает достаточно большое количество серверов. И в отношении интербейса он поддерживает максимум... Максимум специфической функциональности интербейса, которые могут дать компоненты прямого доступа. Это несколько транзакций на коннект, специфические параметры коннекта, например, отключение сборки мусора в коннекте, транзакции с вплоть до двухфазного коммита и прочее, прочее, прочее. Более универсальное – это DB Express. И, в принципе, скажем так, по прямому доступу эквивалентное FireDuck – это компоненты IBX. То есть, они присутствуют в Delphi и RAD Studio достаточно давно, но, естественно, что IBX, он работает только с интербейсом и больше ни с чем. То есть, ни с какими другими серверами он работать не будет. То есть, если мы возьмем MS-SQL, то ничего у нас не получится. Можно добавлю комментарий по поводу FireDuck? Так, FireDuck поддерживает наиболее последние версии большинства крупных СУБД, например, такие особенности в MS-SQL сервере, как подписки оповещения. То же самое. Тем же самым механизмом, теми же самыми компонентами он поддерживает эти же механизмы в интербейсе. Вот, чем это хорошо. Да, именно так. Ну и здесь, опять же, плюс у FireDuck, очень большой плюс в том, что с разработчиком можно общаться. Если есть какие-то проблемы, то можно сообщать об этих проблемах, и они достаточно быстро исправляются. Правильно? Ну да, Дмитрий Маконтакт есть, и он часто пишет ответы на SQL.ru, насколько я помню. Сам процесс разработки здесь описан достаточно подробно. Я вкратце совершенно опишу. То есть, вначале мы разрабатываем базу данных. Мы можем использовать любой из тех инструментов разработчика, который нам нравится. Разумеется, это не Delphi и не RAD Studio. То есть, в данном случае это сторонние инструменты. База данных должна быть в Unicode. То есть, создана с кодировкой UTF-8. Особенно это относится к мобильным платформам. Там просто другие базы данных в других кодировках нормально работать не будут. То есть, Android и iOS это Unicode железобетонно. Поэтому, если мы планируем, например, кусок этой базы данных отправить, кусок или всю базу данных отправить на мобильное устройство, то это UTF-8. Ну, конечно, если вы вообще никогда не планируете базу данных помещать на мобильное устройство, можете выбрать Win1251 кодировку. Но, как показывает практика, сейчас это делать опрометчиво. Мало ли, в какую страну вы будете продавать ваше приложение, или с какими, допустим, данными, с какими языками будет работать приложение. С UTF-8 проблем будет меньше всего. Ну, не говоря о том, что начиная с Delphi 2009, рантайм, и WCL, и вообще все, оно Unicode по определению. Поэтому, здесь все будет работать прозрачно, как по массу. Да, надо только выбрать UTF-8 в качестве кодировки, и все. Да, да, да. И, в общем-то, все. Создаем приложение. Для мобильных можно с целевой платформой Win32. Ничего страшного в этом нет. Мы зато сможем скомпилировать и даже запустить его прямо тут же. Используем в качестве сервера Developer Edition, и подсоединяемся как к серверу. В том числе, это относится к мобильным платформам. Я об этом скажу чуть позже. Запускаем приложение на десктопе. То есть, мы запустили, отлаживаем. Если это мобильное, то мы можем для проверки работоспособности его тут же запустить, после чего сменить платформу, и закинуть его в эмулятор, если нет устройства, либо на устройство, если оно есть. Но вообще, по опыту, лучше всего иметь устройство, потому что без устройства вы не имеете представления, как человек будет пользоваться вашим приложением. Так, едем дальше? Давай. А то мы немножко уже задерживаемся. Отладка. С iBlight и iB2go это делать неудобно, потому что это DLL, и фактически connect в Delphi означает, что к базе уже есть соединение, и приложение с этой базой данных работать не будет. Проще использовать интербейс на своем компьютере, подключаться с мобильного устройства к этой базе данных, и отлаживать и разрабатывать вот именно таким образом. А после окончания отладки, указать локальный путь к базе данных на устройстве, закинуть базу данных на устройство, и проверить. Ну, то есть, после этого гарантированно все будет работать. Если мне не изменяет память, по-моему, полтора года назад ты рассказывал, как это делать в среде. Да, и было даже, есть даже записи выступления на семинаре под Delphi XE5. Значит, у мобильных устройств есть много специфики, и она вылезает уже именно после того, как вы сделаете пробное свое приложение, зальете его на устройство, попробуете работать, и вот именно в этот момент возникает, а что же дальше? То есть, где находится локальная база данных, на какой диск ее поместить, потому что диски есть у телефона, например, обычно два устройства хранения, там, internal storage и внутреннее. То есть, internal storage и как бы внутренняя карточка. Есть еще и карточки, которые вставляются в смартфоны, например, или в планшеты. И вопрос в том, на какой диск лучше поместить. Ну, например, почему возникает вообще этот вопрос? Потому что internal storage, он от доступа недоступен, то есть, вы никаким файловым менеджером, в принципе, на internal storage не попадете. То есть, если по умолчанию вы деплоите, то есть, кладете базу данных в тот же папку, что и приложение, вы ее не увидите. То есть, вы увидите только из приложения, как базу данных, но как файл доступа не будет. Если же вы помещаете на диск устройство, то, например, при подключении устройства к USB проводам, к компьютеру, диск внутренний, один из дисков, может отключаться и подключаться как раз к компьютеру. То есть, в этот момент получается, что если база лежит на этом устройстве, то в этот момент она для смартфона будет недоступна. То есть, для приложения на смартфоне она будет недоступна. Соответственно, как тогда, если требуется копировать, то есть, что делать, как ее скачивать, то есть, как бэкап делать, куда его делать, и вообще, как обновлять данные ВД или получать оттуда изменения. Ну, вот эти все вопросы возникают достаточно часто. Я надеюсь, что мы сделаем отдельный вебинар на эту тему. Я тоже надеюсь на это. И в ближайшее время мы можем попробовать это сделать. Да, то есть, нужно подсобрать материал, чтобы максимально полно эту тему озвучить. Но я надеюсь, что частично, хотя бы на последний вопрос, как обновлять данные в базе или получать оттуда изменения, я ответил. То есть, это синхронизация при помощи ChangeView. Настройка интербейса у нас на мобильных устройствах она не требуется вообще. Вообще никак, совсем и никогда. По умолчанию все работает и так нормально. И настраивать нам требуется только, если у нас мощное промышленное решение, сотни пользователей и прочее, прочее. Есть файл IB-конфиг, который одинаков на всех платформах, который настраивается в зависимости от базы данных и характеристики аппаратного обеспечения. Например, мы хотим закэшировать практически всю базу данных. У нас база данных 10 гиг, памяти 24 гига. Следовательно, мы кэш в IB-конфиге выставляем размером в 10 гиг. Ну, там в страницах выставляется, то есть, нужно посчитать. Ну, за настройками, скажем так, это уже область консультации, то есть, поэтому я рекомендую к нам обращаться. То есть, здесь в рамках вебинара я могу, конечно, об этом рассказать, но только не этого. То есть, здесь мы уже ничего не успеем. Настройки операционной системы, как правило, не требуются. В Windows практически никакие. На Linux, разве что, иногда, для увеличения каких-то критических значений, требуется перекомпиляция ядра. Ядра Linux, разумеется, не интербейса, то есть, его перекомпилировать не сможете. Ну, и увеличение этих критических значений, например, количество семафоров, количество хендлов, файлов или еще чего-то, может потребоваться, разве что, как я уже сказал, в критических случаях. Ну, например, если вам требуется более тысячи соединений, а ваша операционная система не позволяет. То есть, скорее всего, обычно при использовании интербейса люди упираются в ограничения операционки. Либо в те ограничения, в эти же ограничения, если на сервере работает одновременно какое-то другое ПО, которое, например, сожрало все семафоры. В данном случае, бывают такие случаи, то есть, в этом случае нужно озаботиться порядком старта, например, интербейс в начале, а вот это ПО другое потом, чтобы интербейс успел захватить себе требуемое количество семафоров. Но если семафоров вообще не хватает, тогда да. Но это уже для продвинутых администраторов Linux. Разумеется, прежде чем менять параметры какие-то, нужно мониторить TMP таблицы. Это TMP тачмент, то есть, соединение транзакции и оператора, который выполняется в данный момент. И мониторить окружение операционной системы, то есть, память, процессор и диски. Таблица в интербейсе. Это таблица в интербейсе? Да, это так называемая временная системная таблица, которая содержит в себе текущее состояние сервера. Просто я знаю людей, которые искали эти таблицы в операционной системе. Нет, на диске их тоже нет. Пытаться, например, триггеры на эти таблицы повесить совершенно бесполезно. То есть, напомню, что серверная лицензия у нас дает возможность работы на 8 ядрах. Для дополнительных ядер нужно покупать дополнительную процессорную лицензию. На Linux, еще раз подчеркну, что у нас есть поддержка таких операционных систем. Это гарантированно там работает. На других, конечно, можно попробовать. Особенно, если это похожие операционки. С инструментами, к сожалению, на Linux почти ничего нет. Понятное дело, что в дистрибутиве интербейса есть определенный набор инструментов базовых. То есть, это кроссплатформные инструменты. JBUG, JFX, iSQL и т.д. и т.п. Но не будете же вы разрабатывать базу данных в iSQL. Поэтому вам придется использовать инструмент для Windows в Вайн или в виртуальной машине. То есть, пока ситуация такая. То есть, все хорошие инструменты, с которыми можно дополнительно работать с интербейсом, в том числе и наши, IB-аналист, еще что-то, они для Windows. Ну, тут я могу добавить немножко. Значит, не обязательно разработку базы данных под Linux вести именно под Linux. В принципе, существуют инструменты, которые могут удаленно делать то же самое с сервером, который работает на Linux, но работать они будут на Windows-среде. Ну, например, тот же RapidSQL наш, он это дело делает. Ну, да. То есть, если на Linux-е только сервер, это да. Но с учетом того, что все больше и больше людей пытаются перейти, то есть, использовать Linux в качестве десктопной платформы для разработки... Тогда Вайн. То тогда, да. Вот, к сожалению, такая... В ближайшем релизе RAD Studio мы ожидаем расширения в сторону разработки определенных приложений под Linux, под серверные части Linux, и поэтому как раз в ближайшем версии RAD Studio мы, наверное, получим какие-то дополнительные инструменты. Ну, гарантировать прямо вот, что это будет в ближайшем релизе, не буду, но я думаю, что они будут обязательно. Ну, и под финал нашего вебинара я хотел бы подчеркнуть важную функциональность, которая есть сейчас в интербейсе. Это, безусловно, Change Views, которая позволяет смотреть изменения, синхронизировать базы данных между собой и так далее, и так далее. Причем, опять же, эта функциональность идентична на всех платформах. То есть, если мы говорим о Change Views, оно работает на сервере, на десктопе, на мобильной платформе, то есть вообще везде. И абсолютная совместимость процедуры, триггеры и все остальное, все работает на разных платформах, опять же, то есть единообразно, то есть одним и тем же образом. То есть, если у вас даже есть прямо сейчас серверная база данных, с которой там пользователи работают, можете сделать Backup Restore и скопировать ее на мобильное устройство и прямо с этой базой и работать. Ну и пару слов напомнить о такой тоже важной функциональности, которая называется Online Dump. Это свойство G-Bug, то есть резервные копии у нас могут изготавливаться не только копированием в файл специального формата, но и копированием базы данных. Прямым во время работы, например, вы видите один раз в час, один раз в сутки, интервалы времени могут быть другими, но смысл этого в том, что вы можете распараллелить, то есть масштабировать решение, то есть распределить нагрузку между разными серверами. И, например, на сервере 2 эта база данных будет находиться в RedOnly, вы можете на ней выполнять отчеты или еще что-то такое, а сервер основной, то есть база данных на основном сервере будет загружена чем-то еще, то есть, например, набивкой оперативных данных и т.д. и т.п. То есть это не только будет резервная копия, но и резервная копия, которую можно использовать для распределения нагрузки. Ну, как один из вариантов репликации? Да, ну, в том числе, но не очень, но это скорее на тиражирование похоже. Тиражирование скорее, да. Да, то есть тиражирование, это вот точно тиражирование. Ну, и данные по сравнению, например, бэкап 17 минут, 16 гигабайт делаем бэкап, рестор 51 минута. То есть в сумме, если мы решим базу данных, то есть сделать резервную копию и восстановить в каком-то аварийном случае и т.д., то есть у нас не меньше 51 минуты. Online dump делается 2 минуты. Полный, полный. Более того, если мы повторно делаем онлайн-дамп, то в целевую копию заливаются только изменения. Соответственно, там может быть от нуля секунд максимум до 2 минут, и то это если вся база данных изменена. Что бывает, ну, я не знаю. Я не знаю, что надо сделать, чтобы в обозримый интервал времени, то есть изменить всю базу данных. То есть может быть за пару месяцев, ну да, теоретически, и то не все. Вот такое напоминание по онлайн-дампу. И, разумеется, шифрование, которое появилось в версии 2009, оно точно так же поддерживается во всех редакциях интербейса и на всех платформах за исключением IB Lite. То есть в IB Lite шифрование нет, а в IB to go шифрование есть. И здесь вы на картинках видите снимок с мобильного приложения, в котором два пользователя. Amp User, New Employee, это просто сотрудник какой-то, и HR Employee, это сотрудник кадрового отдела. Кадровик видит зарплаты людей, а обычный пользователь не видит. Это сделано путем шифрования столбца и установкой дефолтного значения в ноль. Ну, можно было бы выдавать ошибку, но в данном случае это как бы лучше показать, что это нули. Соответственно, можно зашифровать и всю базу данных, чтобы ее не украли, например, с устройства. То есть здесь, опять же, простор для фантазии. Есть статья у нас на сайте о том, как включить, причем статья эта описывает включение шифрования и пробную работу с шифрованием прямо по шагам. То есть вы берете базу данных, делаете шаг 1, 2, 3 и так далее, и у вас все получается и работает. А без этого, то есть рекомендую прочитать статью, без этого все-таки достаточно сложно. Да, собственно говоря, мы подошли к концу нашей сегодняшней темы, сегодняшнего рассказа. Немножко задержались, но я, честно говоря, хотел бы, конечно, более подробно кое-какие вопросы, чтобы Дмитрий осветил. Я надеюсь, мы еще устроим отдельные вебинары, посвященные этим вопросам. Да, давай ты эти вопросы отмечешь и мы их делаем. А сейчас я призываю всех пользоваться случаем и задавать вопросы, пожалуй, самому крупному специалисту по интервейзу на сегодняшний момент, ну, по крайней мере, в рамках Москвы и Московской области. Спасибо.